Итак, привет всем! Нынешняя тема «Как позволить себе быть уникальным». Я поставила эту тему, именно сформулировала эту тему «Как позволить себе быть уникальным», потому что именно с позволения себе быть уникальным во взрослом возрасте начинается это волшебное превращение. Я помню, когда и часто, кстати, вот этому «позволению быть уникальным» предшествует этап, период, в котором вам жутко трудно. Работа не та, выглядите вы не так, как вы себе нравитесь. В общем, ваша жизнь, это такой постоянный компромисс, внутри которого идёт диалог. Вы говорите, слушай, ну мне неинтересно, голос только внутренний говорит, мне неинтересно говорить с этим человеком. А вы ему говорите, ну как-то неудобно, вроде как-то уж стали общаться 5 лет назад. Ну да, я теряю энергию после общения с этим человеком. Да, мне с ним неинтересно, как-то вот неудобно. А у меня же вообще как-то вроде и не с кем общаться. Это как-то солидные люди, уважаемые, обеспеченные. То есть идёт какой-то такой вот голос, который советует вам продолжить выработанную систему взаимоотношений с этим миром через некое соответствие. Вот так хорошо. Чаще всего это происходит естественно, потому что модель нашего восприятия этого мира строится, естественно, с детства. И вообще управляемо и регулируемо инстинктом принадлежности к стае, стадным инстинктам, который с нами живёт тысячу лет. И естественно в эту тысячу лет выработался механизм воздействия социума на мышление человека. На то, кем он будет в этом социуме. Я считаю, что этот инстинкт верен в том смысле, что мы действительно люди стадные. И хорошо бы нам по началу своей жизни учиться жить в обществе. Вот конкретно сейчас происходит то, что многие люди разучились жить в обществе. А отсутствие нравственных, культурных, моральных принципов. Ну элементарно просто вот едешь в метро в общественном транспорте. И то, что ты женщина, то, что ты беременная, то, что рядом стоит бабуля, ну там или взрослый, ну или дедушка, никаких не вызывает как бы совестливых поток внутри молодых мужчин, которые сидят в транспорте и не встают. Вот здесь это как раз о том, что хорошо бы, чтобы социальный голос инстинкта, он все-таки был в голове у человека и расставлял нравственные, культурные, социальные позиции правильные, которые просто помогают нам быть людьми с людьми. Вот. Благодаря этому мы обучаем своих детей, как быть, как жить, как говорить, когда вступать в конфликты, пусть будет, в социуме. Это тоже, кстати, помогает, вот если тебе сказал кто-то это, а возможно ты сделаешь это, потому что мы учимся благодаря этому инстинкту в принципе сохранять мир внутри мира, где много людей. И прислушиваться и принюхиваться, что не обидел ли, не навредил ли я тем, что вот сделаю то-то или это. Но у некоторых людей, некоторых людей воспитали так, что вот ключевым человеком в ориентире своих поступков у этих людей является не он сам, да, а кто-то еще. Там какой-то дядя, какой-то тетя, какой-то там друг, то есть просто какой-то другой человек. Что скажет он обо мне, что мой поступок, если я вдруг скажу нет этому человеку, я же его обижу. Возвращаясь к теме уникальности, это же значит, если я проявляю свою уникальность, я проявляю то, что мне в этой жизни интересно. Те качества, которыми я этот мир познаю, те свои принципы, цели, ну пусть опять скажу слово интересы, которые потом помогают в этом мире мне находить мою дорогу. Это такие ориентиры, да, спусковые крючочки, благодаря которым я могу, о, так это, принюхаться мне туда. Ведь мы приходим в эту жизнь, у нас есть знания о своем предназначении, у нас есть воспоминания о том, какие законы здесь помогают нам в нашей жизни. И на них мы и строим, в принципе, свои взаимоотношения с этим миром подсознательно. Так скажем, духовные законы, которые встроены в нас, в нашу первичную природу, в нашу душу. Но потом мы попадаем в огромный мир. И в этом огромном мире нам надо как-то сориентироваться. И, естественно, Господь Бог, Он заложил в нас потрясающий механизм быстрой ориентации. Один из этих механизмов — это зеркальные нейроны. Это возможность в быстром режиме обучаться, как жить в среде и выжить. Потому что у всех инстинктов, у них ключевой, в принципе, ключевая характерная особенность — это мы делаем что-то, что помогает нам выжить. И если вы пытаетесь без анализа работать с уникальностью, чаще всего вы проиграете в этом. Вы просто даже близко не подойдете к своей уникальности, потому что маленькая мотивация, для чего вам нужна эта уникальность, встанет на одну ступень с голосом, который скажет, ты вот так сейчас будешь себя вести, и ты останешься один. А один для психики равняется — ты не выживешь в этом мире. Потому что это же голос стадного инстинкта. Мы выживаем в стае, если стая тебя выгнала, если ты не такой, а как стая идентифицирует нас как своих? Естественно, потому как мы себя ведем, как мы одеваемся, за что мы, не знаю, какие продукты покупаем, какую квартиру выбираем, за кого замуж выходим, на какой машине ездим. То есть, ну, это сейчас я говорю про, естественно, мир нашего, ну, про наше, как бы, про наше время, да. Если уже расширять, как бы, да. Нет, давайте вернемся к теме. Так вот, чтобы эта уникальность развилась, вообще дать ей эту возможность, знаете, как, наверное, все люди, которые в детстве испытывали буллинг по причине того, что они не были, как Белый Ворон говорит, да, не были похожи на своих, там, одноклассников, просто окружение на своих, они знают, что это за сила такая, этого голоса, который, который уничтожает буквально, раздавливает. То есть, если личность сумела выстоять в условиях такого активного буллинга общественного, она становится в этом обществе, она раскрывает дальше во взрослом возрасте колоссальное количество талантов. И подтверждение этому биографии практически всех наших звезд. Вот редко кто из талантливых людей, ставших знаменитыми в нашей, вообще ставшим знаменитыми за историю человечества, не претерпели унижение общества в детстве, отвержение общества в детстве за их уникальность. А конкретно эта уникальность, она и является зерном, как бы вот это, да, зернышко, потом на корнях которого вырастает наша жизнь, наша жизнь, ради которой мы сюда пришли. Вот, и чтобы, еще раз возвращаясь к этому, чтобы развить свою уникальность и чтобы понять, что она вам нужна, надо завести тетрадку и большими буквами написать, для чего мне нужна эта уникальность. Потому что если вы не напишете себе это, а просто будете так вот внутренне размышлять на тему того, что, наверное, мне все-таки стоит развивать свою уникальность, ради того, чтобы мне было интересно жить, скорее всего, вы проиграете эту войну с инстинктом, потому что вы просто не проанализируете своего соперника и не дадите ему обоснований, для чего вам вообще развивать эту уникальность, для чего она вам нужна, и что она, в принципе, не идет в разрез с задачей выживания. Поэтому вы пишете «Для чего?», и потом вы выписываете весь вот этот вот свой компромисс с реальностью, вот эту всю боль свою. Да как? Для чего? Вам нужно просто, чтобы вам настолько надоело жить, как все, скажем так, чтобы вам надоело общаться с теми, с кем вам не хочется общаться, чтобы вам надоело быть такой же, как все остальные, а вы чувствуете, что вы вообще другой, и у вас есть о чем сказать этому миру. Это не значит о том, что я сейчас, да, сказать этому миру, это не про то, что вы там заводите какие-то блоги или что-то еще. Вы говорите каждый день, когда вы выходите просто на улицу, и вы, попадая на глаза общества, вы о себе что-то рассказываете. И они считывают этот сигнал. Вообще принятие обществом, это чаще всего они вас пролистнули, они вас не заметили. Потому что то, что я принимаю, значит, я просто это не замечаю, да, это не идет вразрез с моим понятием о том, как надо. Нормально, 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 что-то нехорошо, человек вышел какой-то не такой, и ты так и завис, и смотришь, и считываешь. И в первую очередь, естественно, внутренний протест. Чаще всего, чаще всего протест против уникальности, потому что не вы на это реагируете, а реагирует голос инстинкта, подавившего вашу уникальность. Еще раз, не вы реагируете негативно на проявления, на нормальные проявления уникальности, не идущие вразрез, я не знаю, извините, если гениталии торчат из ширинки, а как бы человек идет и говорит, что он представляет себя, что он уникальный, такой весь из себя свободный, уникальный, это говорит о его психической недоразвитости. И есть, опять-таки, возвращаясь, должны быть социальные нормы, то есть наша уникальность не должна бы ходить за эти нормы культурные, социальные, духовные, и хорошо было бы тоже здесь учесть. Но если все нормально, но человек какой-то странный, он какой-то, волосы зеленые, куртка красная, глаз счастливый, весь свободный, походка свободная от бедра, и вы зависли, и вы смотрите, и вы понимаете, вот это сила, потому что по большому счету, еще раз, как позволить себе быть уникальным, это сила, это сила, огромная сила быть не таким, как все, быть собой, быть уникальным, и получать от этого удовольствие. Даже если поначалу проявление вашей уникальности вам придется распрощаться со всеми, со всеми связями вас досель окружающими, потому что вы поймете, господи, это же не мои люди, вообще что я делаю в этом обществе. Пусть обеспеченных, я не знаю, пусть там как бы для кого-то нужных людей, но это не мои люди, это не мои интересы, это вообще, это моя жизнь, извините, я выйду, у меня жизнь заканчивается. чтобы развить свою уникальность сегодня, когда вы взрослые, вам еще раз нужно понять, что инстинкт, стадный инстинкт, он будет препятствовать этому, и в то же время вы можете сделать эту силу своим другом, потому что сейчас, когда вы взрослые, вы можете объяснить себе, а это надо сделать на бумажке, что когда я общаюсь не с теми людьми, когда я ношу не ту одежду, когда я работаю на той работе, когда я говорю не то, что я хотел бы говорить, я убиваю, я не так провожу свою жизнь, я убиваю свою жизнь, я растрачиваю ее впустую, и вот тут-то как раз вы говорите на языке инстинкта, потому что он тоже про жизнь, и про то, чтобы вы были приняты, а еще вы говорите, что такие люди, как я, существуют, и развивая свою уникальность, я, во-первых, могу найти тех, кто на моей же частоте резонирует, с кем мне будет интересно, с кем мы можем объединиться в какие-то там сообщества, и благодаря этому объединению сделать какие-то проекты, полезные тому же самому обществу, сейчас, кстати, больше всего проектов на мой взгляд, хорошо бы делать на тему образования детей в духовном, в нравственном, вообще просто образовании, чтобы была какая-то общая картина мира у наших детей, и знания были прикладные, когда мы можем, благодаря этим знаниям, детям нашим, наши дети, благодаря этим знаниям, могут совершенствовать себя и совершенствовать этот мир. Так вот, но мы не сможем сделать ничего уникального, опять-таки, возвращаясь к теме уникальности, если мы будем это делать с оглядкой на общество, на это общественное мнение, а потому что мы делаем это с оглядкой на общество, когда мы от него зависим. Ну все же так делают, да, вот этот вот голос. Почему на бумаге вопрос? Ну, а где вы? Пишите на доске, пишите на песке, напишите, потому что то, что вы не видите, то, что болтается в вашей голове и не сформировано на бумаге, это не проект, это просто болтавня внутри вас, это не сила. А когда вы выносите свои идеи на бумагу и начинаете их анализировать, потому что если у вас до сих пор нет уникальности, значит инстинкт, стадный инстинкт, вас заболтал и будет заболтывать, и будет оттягивать тему развития вашей уникальности до того, пока вы не сделаете последний вдох. Потому что эти инстинкты управляют нашей жизнью и пока мы не воспользуемся по регулировке нашей жизни, а один из этих инструментов это как раз письмо, рука наша работает, моё слово, моя мысль выходит в реальность и я пишу, блин, у меня проблемы, это знаете, как это на обществе сказать, я алкоголик. Так вот, я зависим от инстинкта, от стадного инстинкта, который управляет моей уникальностью. Блин, это уже прогресс, это уже прорыв, это уже я что-то осознал внутри себя. Я начинаю разделяться на того, кто является земной личностью. Сейчас я буду говорить что-то очень непонятное, непонятное, но я планирую вести свои эфиры почаще и я надеюсь, что то, что я буду говорить, постоянно, постепенно будет до вас доходить. Плюс ко всему я буду делать аудиотерапийно всё то, что я сейчас говорю. Плюс ко всему я планирую сделать мега супер-пупер курс, который стартует с 1 января, и он 3 месяца, уникальный курс вообще по расстановке важнейших вещей внутри головы таким образом, чтобы вы разобрались во всех важных сферах вашей, во всех сферах вашей жизни и поняли, какие мысли, убеждения, чувства мешают вам быть счастливыми в своей собственной жизни. Так вот, один из механизмов работы с собой это выписывание. А на тему того, что я хотела сказать необычного. Вы разделяетесь, потому что земная личность, вот меня зовут Ангелина, это я, земная личность, мой мозг зовётся Ангелина. Вот эта Ангелина умрёт когда-нибудь, а вот та, кто благодаря кому живёт это тело, ради чего, даже скажу, ради чего было создано вот это тело и названо Ангелиной, вот у неё как раз и есть все эти уникальные особенности. И развивая свою уникальность, мы в первую очередь работаем над развитием своего духовного, своего нематериального я, своего вечного начала, чтобы обогатить своё материальное, своё не вечное, своё смертное начало. В этой жизни всё является смыслом и наши трудности в частности, и то, что мы не можем раскрыть уникальность, это часть плана. Потому что, если бы не было тут трудно, сюда бы не посылались супер силы, супер души. Вот вы, кто смотрит сейчас этот эфир, вы не представляете даже, кем вы являетесь, какая супер сила вас заключена. Но это часть плана. Если бы вы представляли, всё бы решалось совершенно иначе. Но вы пришли сюда, чтобы погрузиться полностью в земную жизнь, во все эти трудности и чувствовать подсознательно, а сейчас, между прочим, время перемен, кто не знает, наверняка, конечно, вы знаете, но сейчас время перемен. Да, это так. Почему? Да потому что знание о том, как изменить свою жизнь навалом. А кто меняет свою жизнь? Ну, по-настоящему. Чаще всего, кстати, меняют больше всего подростки, то есть люди, которые готовы к переменам. Они хватают знания, как кислород. А чем старше мы становимся после 25 лет, после 30 лет, после 40 лет, и после, ну, дальше уже просто можно сказать, после 40 лет это практически невозможно. Только в условиях жесточайших испытаний, которыми являются чаще всего разводы. вот когда нам по башке дается, ну, вот приходит вот такая вот выворачивающаяся наше нутро события, делающая нам больно по всем фронтам, вот тогда у нас чаще всего, это про расставание говорю, появляется смысл и мотивация менять свою жизнь. Так было со мной, так было со мной, мне было 33 года, у меня были чудовищные отношения, вообще, по большому счету, я вообще, на самом деле, очень благодарна, и дальше по своим эфирам я, конечно же, с вами поделюсь всеми пунктами своей жизни, если они будут, конечно, вам интересны, по каким причинам я все сейчас так думаю и так живу, и почему это, как бы, что для меня сработало, чтобы я сегодня была счастливая, вот, и эти отношения тоже являются этим инструментом, благодаря которому меня Господь Бог привел к переменам, и мне нужно было дойти в этих отношениях до какого-то днасового самоунижения, работая со страхом женским, кстати, этого страха очень много, у очень многих женщин, кто живет в отношениях, где их, извините, бьют, оскорбляют, меня, кстати, не били в отношениях, но у меня было в отношениях очень много лжи и измен, и я это съедала осознанно, то есть я играла в эту игру, что я не верю, я как бы не замечаю, но я же все знала, и я все видела, но у меня не было сил, вот этот страх, а что ты будешь делать одна, а кому ты такая одна нужна, а это, кстати, от отсутствия уникальности, между прочим, происходит, когда мы не верим в то, что мы справимся, в том, что мы сможем в этом мире обрести свое счастливое место без партнера, это, кстати, еще очень завязано на женских вот наших тоже этих механизмах влияния на нашу психику, на нашу жизнь, что ты обязана быть с мужчиной, пьет, бьет, сраный-драный, он у тебя есть, и ты закрыл огромный пунктик на тему того, что ты реализована, ты не реализована, если мужик обращается с тобой как с тряпкой, нет, это как раз сигнал о том, что в тебе очень многие вещи сломаны, и тебе пора взяться за свою жизнь, взять блокнот и написать там, до каких пор вообще я буду позволять свою жизнь выбрасывать день за днем в унитаз. Вот я встаю, и мне ничего не интересно, по большому счету, я не, я плетусь на работу, я выдавливаю из себя радость, я со страхом иду домой, я включаю телевизор, музыку, ну все что угодно, чтобы сглушил мой внутренний тремор по отношению к тому, как я буду жить, как, зачем я вообще живу в таких условиях. И это точка силы, ну для женщины вообще выбрать себя, вывести себя из тех, из таких деструктивных отношений. Но если таких отношений нету, а вы все равно понимаете, что пришло время, опять-таки начинаем работать и берем блокнот и пишем, для чего мне нужна моя уникальность, ну потому что, вот и по пунктам, потому что должно набраться столько пунктов, чтобы вам их читать изо дня в день, и вот этот вот разум, которому на самом деле невыгодно, чтобы вы что-то в жизни изменили, потому что опять-таки перемена равняется смерть, перемена равняется смерть, потому что если мы меняем в нашей жизни что-то, мы меняем программу, по которой вы сегодня выживали, ну то есть так наше подсознание думает, все наши нейронные связи заточены на повтор, повторяющиеся действия, говорят нашей психике, что все нормально, вы выживаете, и когда вы говорите нам что-то надо менять, то в данном случае срабатывает красная кнопка, наш хозяин сошел с ума, и куда мы отправимся, что мы будем там делать, а техника выписывания помогает говорить с этим языком на бумаге, вот ты боишься, а мы это делаем, и выписываете, для чего вы хотите развить те или иные качества, там свою уникальность, и напоследок скажу, как зацепиться, как начать разматывать клубок уникальности, чаще всего какое-то свойство ваше личное, с которым вы сюда пришли на эту землю, оно было ярко проявлено с самого детства, и чаще всего оно было порицаемо обществом, слишком громкий, слишком тихий, слишком много рисует, слишком много танцует, слишком много говорит, вот лично одна из порицаемых обществом моя черта это выскочка, я выскочка, мне важно было всем сказать, что я знаю, как знаю, как жить, самых пеленок, наверное, потому что я человек наблюдательный, мне всегда было интересно вот эти причины следственной связи, я просто не знала, как это называется, я всегда смотрела на людей, разглянувала их, поведение, разговоры, ужимки, образ, их образ, одежда, и всегда посочнял про себя историю, думаю, а интересно, вот он сейчас такой, из какой истории он вышел, этот персонаж, чтобы он был стоять сегодня вот таким человеком, и я могла тогда сказать, ну, по какой причине, скорее всего, вот он так, он такой, и я теперь понимаю, что это когда ты маленький и проявляешь свою выскочку, это может всем надоесть, да, когда и взрослый тоже всем надоедает, я вам и сестру свою, родственников своих, бедные, уж когда я училась на психолога, многим досталась, вот, но теперь благодаря своему образованию, благодаря перенаправлению энергии на развитие самой себя, благодаря многим вещам негативным, на которых я научилась, эта уникальность стала зерном моего я, и я его обожаю, так вот, мой совет, вспомните, что там было про вас, что, возможно, порицалось обществом, достаньте это, отшлифуйте, посмотрите со всех сторон, возьмите, положите опять себе, подумайте, а как, если из этой, из этой точки взаимоотношения, общаться с миром, а как, если это моё, как это-то я бы, вот, пожила бы немножко на свете, как бы я это, из этой точки бы, что бы я съела, как бы я на этот продукт смотрела, потому что, как бы, чтобы уникальность раскрылась, нужно немножко прожить через внутреннее, через это качество, прожить свою жизнь осознанно, знаете как, поиграть в игру с утра, напомните себе, потому что, если вы себе не напомните, схватите сразу телефон, куча дел и так далее, напомните себе, мне часто помогает в этом молитва, напомните себе, что вы сегодня в жизни зритель, наблюдатель, вы проснулись и как бы немножко со стороны, из того качества, которое, про которого вы себя вспомнили, и откровения, которые будут вам приходить, смутные образы, смутные ассоциации, бегите и пишите в эту супер тетрадь, и у вас, потом перечитываете, и у вас заработает механизм анализа, он работает, это потрясающе, у нас в головах встроена суперсистема анализа наших, всего, что хотите, и мозг наш обучаем, и его нужно использовать для того, чтобы менять к лучшему нашу жизнь, вот, такие у меня на сегодня советы, такие мысли, очень надеюсь, что это было вам полезно, и я вас не перегрузила этим, обязательно оставляйте вопросы, потому что мне на основе ваших вопросов будет потом легче и быстрее делать для вас последующие эфиры, так как я мама, мне трудно предупреждать вас о том, что эфир будет, пока что, это все будет спонтанно, будет время, буду выходить, буду что-то, о чем-то рассказывать, но я очень вас хочу вдохновить на работу с собой, на работу со своей жизнью, потому что все, что в нашей жизни есть, все важно, все это про нас, все это мы выбираем из причин того, что мы хотим в этом выборе что-то понять про себя, нравится нам это или не нравится, откусили яблочко, пожевали, почувствовали, нет, я все-таки люблю больше сладкие, о, а вот это идеальное, поговорили с человеком, нет, я все-таки люблю больше вот это, и когда мы какие-то вещи про себя, вот это все время анализируем, нашей жизни, становится понятней, интересней, и нам в этой жизни хорошо, вот, что я хотела вам сказать, всех целую, всех люблю, и до новых встреч,